Рабочий визит первого заместителя министра транспорта страны был насыщенным. Вместе с главой республики Михаилом Игнатьевым он оценил проект развития аэропорта. Стороны обсудили детально и перспективы дорожной отрасли региона. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Сразу по прилету на осмотр аэропортового комплекса. Глава региона отметил, что за последние годы здесь увеличился и пассажиропоток, и количество рейсов. Но с такой нагрузкой здание, возведенное в начале 70-х, уже не справляется. Вот здесь принимаем багаж, но багаж, к сожалению, вручную, потому что возможности... Дедовский метр. ...принимаем багаж, да, туда все руками. Здесь стойки регистрации, регистрируем пассажиров, дальше... Здравствуйте. Недавно работы начались на втором этаже аэропорта. Именно здесь оборудуют новый зал ожидания вылетов. В планах ремонт таможенных пунктов, зоны регистрации пассажиров, приема и выдачи багажа. По прогнозам, модернизация воздушной гавани обойдется в 550 миллионов. У нас заключен договор долгосрочный с республикой. Мы подписали соглашение на производство работ по реконструкции. В окончании работ по проекту в 2019 году, ну где-то летом, после этого, соответственно, приступим к подрядам. В перспективе в Чебоксарском аэропорту планируют обслуживать сразу два рейса. Для этого необходимо отремонтировать стоянку самолетов, рулежную дорожку и взлетно-посадочную полосу. Это реконструируемая часть, была проведена реконструирована в 2007 году. Необходимо отреконструировать его дальше, потому что мы сейчас не можем развернуть более двух самолетов типа Boeing 738. А сколько у вас рейсов? На сегодняшний день три. После модернизации количество постоянных рейсов увеличится. Спрос на авиаперелеты высок. Пассажир, ребяток, растет. Если взять, шесть лет назад у нас было на уровне 30 тысяч пассажиров. В этом году мы выйдем уже на 275, в следующий год уже 300 тысяч. Сейчас победа полетела уже Питер, Таратов, потом Уфа, межрегиональный Крым. То, что на оздоровление. Так что все в работе в принципе. Будем работать. Аэропорт работающий. Это хорошо вообще. Работающий аэропорт в регионе – это большой плюс. Это означает, что и инвесторы могут прилететь. Конечно, согласно. Да, и для жителей региона это очень важно. На рабочей встрече в Доме правительства стороны обсудили и другие темы. Иннокентий Алафинов отметил, что республика реализует эффективно проект «Безопасные и качественные дороги». Когда и вы, как глава региона, когда и муниципалитет умеет работать, я вот уже об этом говорил сегодня, когда мы ехали, когда осматривали с вами дороги в городе, что действительно в том приоритетном проекте, который реализовывался последние два года и муниципалитет, город Чебоксары занимает одним из первых мест по качеству, по умению работать. С учетом того, что я сам лично на транспортной неделе вместе с вами обслужил эти вопросы, около 24 миллиардов рублей только на реконструкцию, на ремонт, на строительство – это огромные деньги. Еще один приоритетный проект – скоростная трасса Европа-Западный Китай. Более ста километров пройдет по территории Чуваши. То, что у нас уже проистекает из проекта Европа-Западный Китай, действительно, ответвление в районе Канаша пойдет вниз на Самарскую область. В перспективе развития у нас и высокоскоростное железнодорожное сообщение. Я думаю, что это следующий вех в развитии транспортной системы Российской Федерации. Проекты такого масштаба должны стать драйвером развития регионов. Республики отмечают, представители федерального ведомства будет оказана поддержка в реализации приоритетных программ. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.